до нашего рождения и один из них есть свечи. Дорогие мамы, тёщ, свекровь, прошу вас, приподнимайтесь, берите спички или зажигалочки, что вам дали наши администраторы. Не суть важно, главное, что вы несёте огонь, тепло семейного очага и сейчас в присутствии всех родных и близких почётно его передадите своим детям. Но я хочу попросить вас подойти к Руслану Костову, это я, прошу вас. Кого-то попросить встать слева, кого-то справа, решать вам. Прошу вас. Ну, во-первых, слышите эти аплодисменты, аплодисменты самым лучшим мамам. Смотрите, дети встали, уважают это. Кстати, кстати, я поздравляю вас от ваших детей с Днём Матери. И ваших мам, всех мам, присутствующих здесь, поздравляем с этим светлым, прекрасным днём. Ну, давайте начнём. Я сейчас уйду и вернусь, хорошо? На столе у молодых, вы их знаете, такие же красивые, такие же прекрасные, стоят три свечи. Запоминайте, вот эта свеча справа символизирует девочку, вы её зажигаете. Вот эта свеча слева, мама жениха, это мальчик. Ну, так как-то и получилось, да? Вы зажигаете свечу слева. Мы не просим вас бежать, делать прыжки с переворотами, но суть такая. Та свеча, которая зажжётся первой, будет свидетельствовать о появлении того или иного ребёнка в семье. Понимаете, да? Мамы уже начали договариваться между собой, свидетель пьёт, готовится ко всем конкурсам. Затем вы вот этими двумя свечами, маленькими, тоненькими, высокенькими, зажигаете главную свечу тепла семейного очага, тем самым передаёте тепло своего опыта своим детям. Но в зале есть зал, простите за тавтологию, но тем не менее. Кто бы хотел, чтобы в этой семье первой появилась девочка? Поаплодируйте. Хлопает. Это мнение зала, мнение невесты. Георгий решил воздержаться. Сейчас мы поймём, почему. Кто бы хотел, чтобы в этой семье первым появился мальчик? Понятно? Слушайте, но существенно изменилась ситуация в зале, появились мужские крики, это о многом говорит. Давайте посмотрим, что нам велит судьба. Мамы, приготовились? Поехали. Я наблюдаю, я смотрю, я всё скажу. Первый зажигается свеча на... Быстрее, быстрее, говорит жених маме. На девочку, на девочку. Есть. Ну кто знает, может будет двойня, может будет... Слушайте, одна девушка в Одессе родила пять детей сразу. На меня посмотрела невеста, говорит, зря мы тебя взяли ведущим. Пять детей сразу, да? Ну всё может быть. Но факт есть факт. Первая зажглась девочка, за ней мальчик. Мамочки, прошу вас, этими двумя свечами зажигайте главную свечу тепла семейного очага. С заботой и любовью. Как это принято? С этого момента семейный очаг наполнен теплом и любовью. Мамы, идите к папам, вам есть, что с ними обсудить. Ну а мы здесь хотим познакомиться со всеми присутствующими на торжестве. У каждого за столом, у каждой команды отдельной за столом есть свой номерок. Один, два, три, четыре, пять и так далее. Мы хотим вручить первый подарок. Это сто долларов тому столику, который будет кричать, хлопать и аплодировать громче остальных. Поехали. Стол номер один. Все понятно. Стол номер два. Стол номер три. Хорошо. Четыре. Кому же нужны эти сто долларов? Стол номер пять. Понятно, все понятно. Стол номер шесть. Понял. Стол номер шесть. Стол номер семь. Восьмой. Добрый вечер. Девятый столик. Десятый. Дорогой свидетель, ты должен сто долларов этому столику. Знаете, самое главное прецедент, о чем-то поговорить, а там уже деньги, не деньги, это такое дело. Да. Я же говорил, надо было дать тебе микрофон. Слушайте, только что меня поправил Георгий. Одиннадцатый стол, кстати, между прочим. Что это я себе позволяю?